Пропагандист Владимир Соловьев в своем вечернем ток-шоу потребовал от белгородцев перестать возмущаться насчет того, что федеральное правительство их бросило и оставило под бомбежками. Это вам всем тем, которые пытаются сказать, что федералы бросили. Заткнитесь, твари. Ну, это такая демо-версия. Сейчас, конечно, посмотрим более подробно. Но на эти же высказывания тут же отреагировали жители Белгорода, начали всюду отвечать Соловьеву. В итоге в группе Соловьев Лайф во Вконтакте закрыли комментарии. Я намеренно показал лишь одну фразу Соловьева, чтобы мы по частям смогли разобрать все его, скажем так, публичное выступление вместе с журналистом Ильей Шипилиным. Он с нами на связи. Илья, привет. Привет, Саш. Да, кстати, заметим, что это не первый год, который бомбит Владимир Соловьев. Ну, то есть его бомбит, и он сам участвует. То есть как будто присоединяется к ВСУ. Или у него отдельная ненависть с белгородцем, но там у него еще была интересная история отношений с Екатеринбургом, который он называл городом бесов, и Хабаровском. Вот, собственно, города, которые в Российской Федерации, которые ненавидит Владимир Соловьев со всем его населением, ну, кроме губернаторов, там, ФСБшников, вот их он, наверное, выделяет, он считает их за людей, а все остальное он жутко ненавидит. Вот Белгороду теперь досталось. Давай смотреть. Да, давай посмотрим расширенный фрагмент его выступления. Меня и нашу съемочную группу теракт застал в Белгороде. Мы работали сначала на одном направлении, оттуда вышли. Я думаю, надо заехать в Белгород, потому что пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили, вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям, у людей ничего нет, это кошмар, люди себя чувствуют брошенными, как вы можете, пока Москва гуляет, Белгород гибнет. Вот эта вся мерзкая истерика, которую тут же, кстати, подхватывают укронацистские СМИ. Илья, ведь он не в первый раз защищает Москву, насколько я помню. Ну, да, у него есть такое противопоставление. На самом деле, оно, я думаю, что не из методички берется, а из жизни, потому что он же получает довольно большую реакцию. Вот мы как раз говорили о том, что закрыли комментарии, но, правда, если ты почитаешь зрителей, ну, таких глубинных из дивана зрителей, которые смотрят Соловьев Лайф, это люди из регионов. И у них очень, по крайней мере, те, которые комментируют, разумеется, это не все, но там очень сильно вот это увязывание, что вот вы в Москве получаете свои большие зарплаты, гуляете в ваших парках, а мы, ну, и там дальше, соответственно, смотря что в Челябинске черный снег может выпасть, в Белгороде выпадают, значит, РСЗО снаряды. Вот, и поэтому, конечно же, люди, которые из московских студий вещают, они выглядят вот такими мажорами, которые обслуживают верховную власть Российской Федерации, да, и они-то живут вообще на совершенно другом уровне жизни, чем те, кто находится в Белгороде или даже в дальних городах России, и где войны нет, да, но, тем не менее, вот это презрение по отношению к москвичам, оно среди вот этой публики, конечно же, существует, и достается Соловьеву, он на себя это примеряет, тем более, что, ну, раньше-то мы знаем, он был резидентом Италии, а сейчас он 100% москвич, да, последние годы, коль скоро ему закрыт выезд, и вот он на это все живо реагирует, нет, я не такой, а какой ты не такой, ты сочувствуешь белогородцам, нет, он их мразями называет, которые, значит, служат украинацистам, да, то есть сами страдают от украинских снарядов, а еще что-то там жалуются этим подонким, вот подколодные, жалуются на власти Российской Федерации, не нравятся им, значит, заряды, которые летят с Украины, войну, которую им обеспечил Владимир Путин, не нравятся, вот, и этим самым они провинились, но, да, конечно, есть у Владимира Соловьева такой заскок, он тоже причисляет себя вот к этим москвичам, неспроста мажорам, которые бесят даже вот эту самую консервативную публику, ну, даже утроконсервативную, зрителей Соловьев Live. Ну, я хочу показать еще один фрагмент, где уже Соловьев совсем не сдерживается максимально, конечно, что красноречие используют для того, чтобы оскорбить как можно большее количество людей, давайте смотреть. В этом всем тем, которые пытаются сказать, что федералы бросили, заткнитесь, твари. В декабре губернатор Голдков пришел в правительство и сказал, по его ощущениям, что идет. Правительство моментально выделило миллиарды, на которые была закуплена бронированная пленка, и которые обклеены, в частности, стекла, поэтому поражающий эффект от разбитых стекол минимизирован. Были закуплены и построены специальные укрытия, которые сейчас расставляют по всему городу, и уже были расставлены, все время наращиваются. Построена система оповещения, работающая блестящая. Телеграм-канал, радиоканал, по которым идет моментальная команда. То есть, когда пошла угроза, есть где-то минута для того, чтобы остановить машины, выбежать и скрыться в укрытиях. Там работают все. Все работают. А если вы что-то не знаете, просто заткнитесь. Илья, вот скажи, пожалуйста, вот то, что сейчас произнес Соловьев, на твой взгляд, это методичка или вот его такой порыв души? Ну, я думаю, что секрет Владимира Соловьева, он заключается в том, что его порыв души совпадает с методичкой. Часто это звучит искренне. То есть, там уже прозвучала вот эта замечательная фраза. Губернатор Гладков пришел в правительство и сказал, что у Белгорода проблема, и выделили миллиард, его освоили. Ну, я очень рад за губернатора Гладкова и за всех людей, которые освоили этот миллиард. Но как это спасет жителей Белгорода от ракетных обстрелов? Возможно, Соловьев сам, потому что он же говорит, что и на телеграм-каналы были выделены деньги, и на радиосигнал. Радиосигнал-то, наверное, на Вести ФМ, где вещает его замечательная программа «Соловьев Лайф» «Прямой контакт» или «Полный контакт» он называется. И вот когда выделяется миллиард, я думаю, ты вполне искренне начинаешь чувствовать, государство сделало все, что должно было, выделило деньги, которые освоили нужные люди, включая, возможно, Владимира Соловьева. И теперь, ну, все, что должно было сделать, но сделало. По крайней мере, для Владимира Соловьева. Поэтому кто там пытается что... Непонятно, от чего вы разъезжаетесь. Там же пленку на стекла наклеили. А что, от ракет не спасает, что ли? Я этого не понимаю. Ну, надо сказать, что есть вещи, которые он, конечно, подучивает перед эфиром. Иногда они знакомятся с распечатками, которые... У меня просто недавно запись тоже появилась, как ведущие... Мы опубликуем, наверное, это в ближайшее время. Значит, гости «Соловьев Лайф», они знакомятся с распечатками, которые переносят перед эфиром. И там какая-то статья, пересказ, New York Times, и они такие переспрашивают, реально, что там такое написано, что ли? И через три минуты уже в эфире. Да все знают, что... Ну, и там про этих комаров каких-нибудь, и мутантов, и еще что-то такое. Уже с очень уверенным видом повторяют то, что запомнили. Поэтому и Владимир становится с этим знакомиться. Но, опять же, да, это человек, который должен уметь изображать искренность порыва. И вот, собственно, он очень искренне переживает за этот миллиард, который был выделен Гладкову, за самого Гладкова, за ФСБшников. То есть, я не знаю, он рассказал, что сообщение о теракте, который произошел в Кропосте, он встретил в Белгороде. Но вот я не знаю, а он задал хоть какие-то вопросы чиновникам относительно того, как это случилось, как это было возможно? Нет, я понимаю, что возможности ИГИЛа, который работает на Украину и США, они безграничны. Но все равно, вот интересно, как террористы так спокойно с оружием пробрались в Москву и устроили самый большой теракт на территории Российской Федерации с 2004 года. То есть, задал ли Владимир Соловьев хоть один такой вопрос, я не уверен. Потому что, возможно, там еще один миллиард был освоен, который был освоен правильно. И людьми, которые должны были отвечать за безопасность, безопасность не соблюли, но зато деньги освоили как следует. И там сам Владимир Соловьев в накладе не остался. Да, то есть, не исключено, что мы услышим от Владимира Соловьева, что родственники погибших тоже мрази, сволочи или какие-то эпитеты исполнили. Ну, слушайте, на самом деле, без шуток, примерно такое же мы же слышали о вдовах, подводников с Лодки Курск, прошу прощения. Мы слышали про людей, которые родственниками были погибших в Беслане, которые продолжали настаивать на том, что штурм был произведен не считаясь тем, чтобы сохранить жизни людей, которые тогда удерживались в заложниках. Или люди, которые по поводу Норд-Оста высказывались и тоже являлись родственниками или сами пострадавшими. То есть, если на них их не обзывали мразюками и так далее, лексиконом Владимира Соловьева, обычным, которым он говорит после «добрый день» или «доброе утро», дальше он переходит на какие-то обзывательства, которые до мата не доходят, но тем не менее, в этой плоскости лежат. И все, кто не соглашается с официальной трактой событий, они, конечно, становятся врагами. В лучшем случае они игнорируются, но как к жертвам, чьи права сливы соблюдать и к чьим запросам прислушиваться, точно не стоит. Ну, такое отношение у государства давно. То есть, все, что случается, даже какая-то трагедия, она должна использоваться во благо государственного аппарата. То есть, не для людей, которые пережили какой-то кошмар, ну и, соответственно, из-за этого отменяется и выбор или еще что-то такое. То, что не укладывается в эту луку, оно туда не идет. И также, кстати, до сих пор никто из людей, которые тогда руководили специальными службами, когда случились в Нордоусе, Беслан, никто, никакую звездочку с погоной не потерял, никто должности не лишился. Они все отлично до сих пор сидят на этих должностях, и никому Владимир Соловьев там не задает вопросы. Это на жителей Белгорода он умеет орать с удовольствием в эфире. Потому что, разумеется, его доходы или его возможности какие-то, они не зависят от образцов Белгородцев. От губернаторов или ФСБшников, сотрудников администрации президента зависит. Поэтому к ним он прислушивается, а у Белгородцев он будет закрывать возможность комментировать в группе во ВКонтакте Соловьев Лайф. Ну что ж, Илья, спасибо тебе большое. Илья Шипелин, журналист о напрыге Владимира Соловьева на Белгородцев. Спасибо.